ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Порвался трос сцепления, позвонить никому не было возможности. Ну и как доехать без педали сцепления, я вам сейчас покажу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для того, чтобы начать движение без сцепления, первым делом нужно включить коробку передач на первую скорость. После того, как включили скорость, включаем зажигание. Поворачиваем ключ зажигания до упора и держим, пока машина не начнет движение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее, чтобы переключить на вторую, убираем ногу с педали газа и плавно переводим в нейтральное положение. После этого тянем рычаг в положение второй скорости, и она должна, в принципе, плавно войти. Если при несильном нажатии коробка не поддается, то делаем небольшую перегазовку в нейтральном положении. Но перегазовывать при повышении передач не обязательно. Перегазовка обязательно при понижении. То есть четвертая на третью, третья на вторую и так далее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, таким способом в экстренной ситуации можно доехать до автосервиса либо до дома. Спасибо, Роман. Я надеюсь, вам не пригодятся такие методы. Ну, а наша рубрика двигается дальше. Нередко водители, которые только получили водительское удостоверение, потом дополнительно нанимают инструкторов, чтобы привыкнуть к габаритам своего автомобиля. Михаил, скажите, как быстро можно привыкнуть к своей машине? К своему автомобилю привыкнуть можно очень быстро. Но, опять же, все зависит от практики. Самое главное, чтобы начинающий водитель, который сел после автошколы с учебного автомобиля на своем автомобиле, практиковался. И практиковался желательно ежедневно. Итак, основная проблема начинающего водителя, то бишь выпускника автошколы, заключается в том, что учебные наши машины категории B соответствуют всем нашим стандартам европейским и прочим, но они очень маленькие. Хотя техника руления и всего прочего вождения остается одной и той же. Элементарное упражнение заезд в гараж у многих вызывает затруднения. Делать все просто. Вы заметили место где-то на парковке, куда вам нужно заехать. Начинаем двигаться параллельно у дороги. Выезжаем до середины где-то гаража или проема. Разворачиваемся на 90 градусов. И чисто смотря по зеркалам заднего вида, начинаем двигаться назад. Да, Наташа, вы вот сейчас увидели упражнение элементарное. Но чтобы его усложнить, можно сузить границы импровизированного гаража и импровизированной парковки. А вдруг где-то вам попадется в очень узкий участок. Спасибо, Михаил. Я думаю, этот совет пригодится начинающим автомобилистам. Ну а на сегодня это все. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok